Друзья, всем привет! И сегодня я буду смотреть, как встроенная наэросеть в Adobe Illustrator справляется с тем, чтобы рисовать какие-то фэшн-детали и фэшн-элементы. Попробуем с вами нарисовать эскиз, попробуем нарисовать фэшн-иллюстрацию и вообще посмотрим, пригодно ли это для дальнейшей работы или это просто окажется баловством. Честно, эксперимент провожу сама впервые, поэтому давайте смотреть. Открыла иллюстратор, создала новый документ и мне нужна бета-версия, текст, векторный рисунок. Вот она моя наэросеть. Сразу скажу, работает это только на официальные версии, которые у вас идут по подписке, и из России для того, чтобы работать, нужно включить VPN. Если VPN не включен, то извиняйте. Здесь у нас с вами есть несколько вариаций. Объект, сцены, значок, узор. Начнем мы с объекта, а потом посмотрим. Поскольку у меня стоит русифицированная программа, она прекрасно понимает по-русски, но мы ей сейчас попробуем задать и по-русски, и по-английски. И посмотрим, насколько это будет отличаться. Что, поехали, эксперимент, дело благородное. Так, давайте начнем с английского. Fashion sketch. Ну, давайте silk dress, что-нибудь такое. Вот. И попробуем, чтобы нам программа создала. Единственное, что я сейчас не сделала, можно было выбрать прямоугольник, и чтобы она создавала по размеру в этот прямоугольник. Я этого делать не стала, да, сейчас не будет делать. Что у меня, какой вопрос. У меня есть подозрение, что программа делает растровые картинки, а потом их с помощью трассировки перекидывает в вектор. И вот сейчас я это хочу посмотреть. Очень мне кажется, что я права. Вот, смотрите, у нас появился эскиз. Сейчас мы его разгруппируем. Так, фона действительно нету. Вот, еще раз, группировка никакой тут. И еще раз разгруппируем. Вот, смотрите, что получается. То есть, действительно, очень-очень похоже на хорошо отрассированное изображение, ну, потому что вряд ли кто-то будет так рисовать. Хотя вот отдельные штучки, отдельные складочки, но обычно это все рисуется немножко по-другому. Так, хорошо. Этот эскиз принимаю. Давайте поднапишем по-русски. Эскиз шелкового, эскиз женского платья из шелка. Посмотрим, что она мне выдаст. Будет ли какое-то принципиальное различие от языка. Но здесь, скорее всего, как я и предполагаю, она нам поможет создавать узоры, но нарисовать за нас эскиз, конечно же, она не сможет. И сейчас мы еще попросим ее сделать фэшн-иллюстрацию и флэт-скетч. Вот, смотрите, эскизик. Да, чистая трассировка. То есть, если вы найдете какой-то хороший эскиз, и вам захочется его трассировать при правильных настройках трассировки, вы вот такое получите. То есть, эти изображения, ну, как таковыми техническими эскизами не являются. Она что-то такое генерит, потом это в трассировку перекидывает. Смотрим. Техникал скетч оф тишот. Так, давайте сейчас напишу технический эскиз футболки. Так, а потом по-английски напишем. Дадим возможность сделать и так, и так. Потом посмотрю, может ли она делать, например, воротники, пуговицы и другие элементы. Может ли это пригодиться дизайнеру в работе, как создание готовых эскизов. Пока то, что я вижу, к великому моему сожалению или счастью, нет. Так что дизайнеры не бойтесь, вас никто не заменит. Ну да, такая вот, ну, подойдет для какой-то иконки. Но, вот смотрите, я сейчас ее разберу, эту футболку, да. Давайте мы ее разгруппируем. Что там у нас? Опять группировка. Естественно, это просто, вот просто какая-то картинка, которая совершенно не связанная, которая даже принт, вот не сверху на футболке, а, ну, чистая трассировка. Так, это мы оставляем. Техникал перевелась. Кич-уф-ти-шерт. Три шага. Выберите тип изображения, предмет, сцена, значок. Ну, я думаю, что объект будет самый лучший. Можно, конечно, попробовать значок, но значок это по умолчанию как бы что-то упрощенное. А сцена нам не нужна. Вот, сейчас будем смотреть. А здесь есть еще такая функция интересная, которую я сейчас хочу попробовать воспользоваться. Смотрите. То, что я сделала, я сейчас открою какой-нибудь технический эскиз. Благо у меня их много, проблем с этим нету, да. Ну, давайте. Тяжелый файл. Боюсь его открывать, откровенно говоря. Так, в каком бы стиле я хотела, чтобы мне сделала картинку. Вот, у меня вот тут есть эскиз. Вот сейчас мы его и заберем. Это нормально отрисованные эскизы в векторе. Ну, скажем, вот такие эскизы. Я их копирую. Создаю новую монтажную область. Плохо получилось сейчас. Ругается на меня. Это нормально. Если вам что-то высвечивается, просто прочитайте. Ничего страшного там нет. Программа может на вас иногда поругиваться. Попробуем. Используются стили активной монтажной области. Отключить их для произвольного создания или без. То есть, изначально я просто взяла и делала что-то вольное. Теперь я хочу создать сюда. Вот, посмотрим, как она себя будет вести. А, вот смотрите. Она мне сделала замену того, что у меня есть. Ну, и, в общем, ничего принципиально от этого не поменялось. То есть, как было, так и осталось. Делаю вывод. Технические эскизы при помощи автоматической генерации вы не нарисуете. Так. Так, эскиз воротника. Посмотрим, создаст или не создаст. Сейчас по умолчанию она должна опираться вот на эту монтажную область, не на цветную. И выдавать что-то черно-белое. Но, похоже, нет. Вон она что-то такое делает. Да, что-то оно свое. Давайте попробуем по-русски. Эскиз воротника для рубашки. Не написалось. Эскиз воротника для рубашки. И еще потом пуговицу попробую. Притянулось. Что я могу отдать должное? То, что она видит, что у меня черно-бело-серый эскиз. Она его начала делать черно-бело-серым. Если я сейчас выберу вот это, у меня опять начнется цветная история. Потому что она соблюдает. О, там она что-то такое опять начала делать. Ну, сами понимаете, да, что вот это вот, это максимум только на какую-нибудь картинку. Приляпать и все. Ни о каком техническом составляющем там речь не идет. Но, видите, соблюдает. Давайте я выберу вот эту монтажную область активной. На ней мы будем работать. И я сейчас пуговица. Пуговица. Сделаем ее в объекте. И сделаем ее потом в символе. Посмотрим, как она себя будет вести. Естественно, генерацию ждем. Ну, здесь ничего не поделаешь. В любых нейросетях процесс генерации происходит. Так, пуговицы достаточно красивые. Что я вам могу сказать? Пуговицы вполне себе можно пробовать генерить таким способом и применять их на эскизах. Красивые штучки получаются. Явно видно, что это трассировка. Но, на мой взгляд, вполне себе может быть такая пуговка на каком-то изделии. И давайте то же самое мы с вами попробуем значком сделать. Вот пуговицу в виде значка. Сейчас она нам создаст. Посмотрим, насколько сильно будет отличаться генерация, если мы генерим как объект или как значок. Как принт я генерить не буду. Это не нужно. Смотрим. Вполне возможно, это тоже. Ну, недалеко ушла. А здесь вообще даже с каким-то фоном-то вы посмотрите. Явно она что-то там оттрассировала. Но здесь обрезано. Итак, делаю выводы по поводу инструмента. Текст векторный рисунок, встроенную на русеть в Adobe Illustrator. Для создания красивых каких-то картинок, которые мы куда-то можем просто вставить, она, конечно же, подходит. Для фэшн-иллюстрации, для технических рисунков, для создания элементов, создания каких-либо технических особенностей, она не подходит категорически. Единственное, что можно сделать, это какие-то пуговки, стразики, блесточки, которые вы можете нагенерить в автоматическом режиме. Все остальное пока остается на дизайнере, это то, о чем я и говорила. Не бойтесь, вас пока не заменят, нет еще пока таких нейросетей, которые бы за вас нарисовали хороший, качественный технический эскиз, в котором будут учтены все особенности, которые должен знать дизайнер одежды. Как конструирование, как технология, где что, как должно располагаться. Пока просто красивая картинка, потенциально к которой можно куда-то прилепить. Возможно создать принт, возможно создать какой-то маленький элемент, пуговку, стразик, бантик и так далее. Эскизы вы будете рисовать сами, фэшн-иллюстрации вы будете рисовать сами. Так что иллюстратор нам дал классную помощь, но он нас не заменяет, и все равно мы продолжаем с вами классно и здорово учиться рисовать эскизы. Если вам это интересно, переходите под этим видео по ссылочке, регистрируйтесь на новый поток курса по доп. уллюстратору, научу вас, как рисовать эскизы, как это делается, как это делают фэшн-дизайнеры, как это происходит в крупных брендах, и как потом эта вся одежда производится. Ну и там найдете больше подробной, интересной информации. Ну и не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео, подписаться на канал, чтобы узнать много нового и интересного. На этом все, с вами была Чайковская Екатерина, до скорых встреч, пока!